Обязов Рустем Юнусович. Родился 29 марта 1959 года в городе Казани. Окончил Московскую государственную консерваторию и Казанскую государственную консерваторию имени Жиганова. С 1989 года руководитель Казанского камерного оркестра «Ля Примавера». Мы бы хотели поговорить о завершении сезона «Ля Примаверы», которое вот уже вот-вот произойдет в ближайшие дни. Какие яркие события были в этом году? Как вы оцените в целом сезон? Самое ключевое событие уже третий сезон подряд для нас это республиканская программа для юных музыкантов «Звезды из завтра». А сейчас вот мы готовимся к финальному концерту этого проекта, который состоит с 11 мая. И, в общем, вот эта очень серьезная программа, которая длится с сентября по май, наверное, и есть самое значимое событие. Со всех точек зрения, и с точки зрения масштаба, и с точки зрения, на мой взгляд, пользы этого проекта, и с точки зрения эмоционального насыщения, которое получаем и мы, как исполнители, участники, и даже создатели этого проекта. И ребята, и юные музыканты, которые участвуют в концертах в качестве солистов, выступая с профессиональным камерным оркестром. В этом году состоялся очень интересный, десятый уже фестиваль «Лярта де лярко». Это наш брендовый такой проект, который с 13 года существует. И за это время сюда, в Казань, приехало очень большое количество топ-солистов, работающих в сфере струнно-смычкового искусства. Это, собственно, основная идея, знакомиться с такими солистами, слушателей Казани, набережных Челнов и Нижнекамска. 11 мая, как вы сказали, будет у вас финальный концерт. Могли бы о нем рассказать подробнее? Давайте его прононсируем для наших читателей. Ничего подобного нигде в мире нет, чтобы большой оркестр с доставкой на дом давал возможность выступления с ним, учащимся обычных музыкальных школ. И я считаю, что вот это как раз и дорогого стоит, потому что это огромный стимул. Я об этом уже говорил. Огромный стимул и для школы самой, и для педагогов, которые готовят этих детей, и для детей. Они начинают там с блестящими глазами заниматься, готовиться к этим выступлениям. Это, в общем-то, очень интересный оркестр, потому что мы все время сталкиваемся с какими-то, ну, со звездочками, там, где-то больше, где-то меньше, но тем не менее. Всегда открытие присутствует. И вот затем уже, когда мы провели все эти шесть концертов, лучшие из лучших номеров я отбираю на финальный концерт, который проходит опять в Казани. И вот который состоится 11 мая. Состоится. И в этом году мы его решили провести немножко необычно. Ну, понятно, что два отделения, как всегда, будут играть дети из нашей программы. Но мы решили провести еще третье отделение, поэтому мы концерт начинаем чуть раньше, не в 6.30, как обычно, а в 5. И будет третье отделение, на котором, ну, может быть, в качестве образца, что ли, да, выступят звезды фонда Спивакова. Из Москвы приедут ребята, там четыре у нас участника. Флейтистка, пианистка, скрипач и вокалистка. И вот я очень надеюсь, что те, кто участвовал в концерте, наши ребята, их педагоги, которые съезжаются из других городов, когда будут иметь возможность, придут на третье отделение и посмотрят, вот к чему нужно, собственно, стремиться. Какой уровень мы хотели бы видеть и на нашем проекте в том числе. Руслан Милович, мы знаем, что была большая ротация у вас в коллективе в этом году. Расскажите о причинах, с чем это связано, почему такая большая смена коллектива? К сожалению, должен сказать, что вот эта ротация, это не только в нынешнем сезоне происходит, это несколько уже последних лет и связано это в первую очередь с тем, что наши зарплаты в нашем оркестре не достигают уровня зарплат республиканских коллективов. Какие сейчас зарплаты в среднем в коллективе? По официальным данным, средняя наша зарплата 50 тысяч. Но есть люди, которые, естественно, получают меньше, да, плюс-минус, да. Но зарплатная система, к сожалению, не учитывает вот эту вот иерархию в оркестре. Там же есть, помимо тутти, как мы их называем, ну простые смертные, есть заместители концертмейстеров, есть концертмейстеры групп, есть концертмейстер оркестра. Вот та система, которая на сегодняшний день существует в нашей стране, не только в Татарстане, но и в России, вот эту никак не, ситуацию не решает, точнее решает, но неправильно. И во всех коллективах по всей России, и в том числе в республиканских коллективах нашего, нашей республики, этот вопрос решается посредством грантов. А поскольку мы муниципалы, то нам эти гранты не светят. Почему город не может себе позволить, я не знаю. Я этот вопрос ставлю уже много-много лет. Внешне я нахожу понимание, безусловно, руководства Казани, но добиться никаким образом, ни письмами к президенту республики, мне пока не удается. Я не знаю, какие еще шаги я должен предпринять, чтобы это каким-то образом получилось. Мы слышали, что вы были даже готовы покинуть коллектив. Это было какое-то эмоциональное заявление, или все-таки это такой обдуманный шаг? Мне, честно говоря, стыдно перед моими музыкантами, что я не могу добиться для них нормальной жизни, нормальной по оплате жизни. Почему все могут? Вот они же не будут разбираться, что вот они республиканского все подчинения, и поэтому вот им дают гранты. А мы муниципалы, и нам не дают. Им плевать на это. Они выполняют работу лучше многих, но при этом получают меньше других. А сколько сейчас человек в вашем коллективе? Ну, если музыкантов, то 22. Ну, еще там есть администраторы. Где-то у нас 34 единицы. А вакансии есть на сегодняшний день? Вакансии нет. Вакансии нет, и коллектив полностью укомплектован? Работы в моем оркестре не надо было искать, где лучше. Пусть это будет не лучше, чем где-либо, ну, примерно того же уровня, а мы этого заслуживаем однозначно. Тем не менее, мы не можем говорить, что вам не оказывается такая серьезная поддержка. В частности, вот коллектив получил серьезное помещение, революционную базу. Вот могли бы об этом подробнее рассказать? Я просто добился встречи, и спасибо вам большое за то, что меня принял, с Рустамом Нургальевичем. И это была судьбоносная встреча в 2012 году, я помню, даже 69 апреля 2012 года, когда очень многие вопросы были решены. Ну, во-первых, он дал, и по его прочению нам дали автономию. То есть мы стали не структурным подразделением Национального культурного центра Казань, как были, а стали автономным учреждением культуры. В связи с этим нам выделили помещение. Ну, потом город нашел возможность отремонтировать, купить оборудование, там, пошить костюмы. То есть к своему 25-летию в 2014 году мы получили все эти преференции. И это очень здорово, потому что, во-первых, наша репетиционная база, там, конечно, невозможно проводить концерты, но как репетиционная база, она очень хорошая. Ребята приходят туда как к себе домой. Там есть возможность и чаю попить, и отдохнуть, и позаниматься тем, кому негде, скажем. То есть в этом смысле все, нас все очень устраивает, и мы очень благодарны. И все это вот благодаря этой встрече с Рустаном Мургалевичем. Вы упомянули про импортозамещение, и, знаете, вот здесь возникает такой вопрос, а как это происходит в вашей сфере? Наверняка инструменты, какие-то расходные материалы, все ведь это связано с валютными курсами, с импортом. Как решать эти проблемы? Дело в том, что оркестр играет на старидных инструментах. Мы опять же, благодаря Рустану Мургалевичу, вот этой встрече, о которой я говорил, он выделил тогда деньги на покупку комплекта музыкальных инструментов для, практически полного комплекта для оркестра. И я тогда связался с живущим во Франции очень известным музыкальным мастером, который помог на эти деньги приобрести. Я ему прямо поставил такую задачу, чтобы мы хотим одной, ну, примерно одной школы, чтобы это одинаково тембрально как-то звучало. И вот у нас закуплены были скрипки, альты, виланчели и контрабасы французских мастеров, в основном 19 века. То есть с этой точки зрения мы обеспечены и не очень страдаем. Но сейчас вопрос струн, канифоли, то есть расходного материала, что это называется. А в России этого нет? В нашей стране это не производится? Они могут и воспроизводиться, но это невозможно использовать в профессиональной музыке. Это еще вот канифоль там можно в ДМШ использовать, но для персонала не годится. Струны тем более. Как это будет на будущем, я, честно говоря, с трудом представляю. С трудом. Вот приезжал про Атомин Теграма, который я сейчас вспоминал. У них еще большие проблемы, потому что они играют на исторических инструментах, а это значит жильные струны. А вот в Союзе точно, в России нет жильных струн однозначно. А жильные струны, что это? Можно для тех, кто не в курсе, что это подробнее пояснить? Из настоящих жил, животных делаются струны, не металлические сейчас. У нас сейчас нейлоновые струны, обернутые металлическим проволокой или просто нейлоновые. Но все синтетическое, что называется. А это вот настоящие жильные струны, потому что они как бы максимально приближают нас к той эпохе, когда была написана эта музыка. Вот и они сейчас... А мы не знаем, как бы выйти. Но тоже опять кто-то куда-то выйдет, где-то купит за границей, привезет. Вот только такие варианты. Такого централизованного закупить это сейчас уже невозможно. Как вы оцениваете уровень музыкального образования в Торстане на сегодняшний день? Конечно, уровень образования высокий. У нас в Казани спору нет. Но другое дело, что если, например, сравнить с выпускниками Московской консерватории, то, наверное, уровень, конечно, пониже. Поэтому все познается в сравнении. На ваш взгляд, в каком состоянии сейчас находится наше серьезное музыкальное искусство, именно татарское? Слушают ли его за рубежом? Слушают ли его у нас? Насколько он популярный? Вот это главный вопрос. Конечно, наша композиторская школа существует и развивается. И дай ей бог развиваться как можно дольше и как можно быстрее, интенсивнее. Вот сказать, что очень легко затащить слушателей на концерты татарской музыки, это, конечно, будет преувеличением. Это довольно сложно. Вот этот момент каким-то образом надо решать, чтобы... Я пока не знаю, какие они... Чтобы на татарскую музыку публика шла с удовольствием и платила деньги, чтобы послушать современных композиторов. Что касается Запада, мы вот когда все-таки были времена, когда неплохо катались, очень по-разному реагируют. Чем севернее, тем реагируют не то, что хуже. А вот когда мне в Швеции, например, подходили очень интересную музыку, но для наших лучей совсем непривычно. Мы не знаем, как... Чем южнее, вот, например, в Тунисе, ну, ура, приняли татарскую музыку. А какие произведения, например? Фантазии на темы из балета Шуралья мы играли. Вот мою сииту на темы из татарских народных песен, например, для скрипки. Вот такие произведения в основном. Конечно, это... С трудом себе представляю, чтобы они взяли какую-нибудь там симфонию татарского композитора в нашем исполнении. Это вообще вряд ли. Вот то, что это когда связано все-таки с народной музыкой немного или вот с каким-то классиком там нашим, да, ранним. Вот первое национальное балет, это все-таки как-то привлекает. Вот. Поэтому сложности есть. И вот исходя из этого, я, конечно, делаю вывод, и, наверное, с этим выводом согласятся многие, если не все, что на сегодняшний день татарская музыка все-таки не заняла какую-то свою нишу в общечеловеческой музыкальной культуре. То есть это на сегодняшний день пока явление местечковое. Нужно, чтобы в татарской музыке появилась величина, гений, который бы поднял уровень татарской музыки вот на общечеловеческий уровень. Можем ли мы с вами уже говорить о следующем сезоне? Какие главные события будут? Какие планы вы сейчас строите? Следующий сезон мы хотим посвятить, и это, кстати, большая редкость, солистам-духовикам. То есть очень много концертов будут именно приглашением различных духовных инструментов, начиная от флейты и заканчивая даже тубой. Вот солирующая туба – это вообще очень большая редкость, но мы, тем не менее, хотим такое показать. Это что касается тех концертов, которые мы проводим в Большом концертном зале имени Сайдашева. Но состоится в декабре очередной обязов-фестиваль, но я его провожу раз в два года, и в этом году тема достаточно интересная – это классика и нео-классика. То есть вот такой своеобразный батл будет между классическими произведениями и созданными, скажем, по их типу произведениями нынешними. Продолжение следует...